Всем привет! Меня зовут Зухорыш Максим, я член команды подводной робототехники. И сегодня мы расскажем вам о том, как пройти путь от кучки студентов до команды, которые участвуют в международных соревнованиях по робототехнике. Итак, наша команда. Это наш состав этим летом на соревнованиях Робосаб, которые проходят в Сан-Диего каждый год. Этим летом мы тоже будем участвовать. Это соревнования, которые проходили этой весной в Сингапуре. Здесь мы с командой одного из индийских университетов. Вот, вместе сфотографировались. Так, что нам, значит, понадобится знать. «AV» — это сокращение от автономных подводных аппаратов, по-русски если. В русском языке чаще используют аббревиатуру «Анпа», как бы, потому что он еще необитаемый. Но они все так необитаемые проводили на этих соревнованиях. И американцы это не уточняют. Итак, что нам понадобится для создания команды? Ну, нам нужна команда. Для студенческих соревнований нужны студенты. Нам также нужны наставники, которые нас научат. У нас такие есть. Нас в некотором смысле учили, как заниматься подводными аппаратами. Ну, и соревнования по робототехнике, значит, нам нужны роботы. Роботы так просто мы, так же как студентов и наставников, найти не сможем. Нам придется его построить. И поэтому нам не только студенты нужны, а вполне себе конкретные. В первую очередь нам нужны конструкторы. Конструкторы такие ребята, которые услышат, что аппарат должен уметь плавать под водой, должен уметь видеть, слушать сигналы, хватать что-то, стрелять. И на основе этого разработать дизайн аппарата, потом собрать его, сделать детали, некоторые купить. И поддерживать аппарат в роботоспособном поработать. К сожалению, в нашей команде только один конструктор. И его сейчас с нами нет, поэтому его сейчас мы расскажем позже вместо него. Переходим к следующим ребятам нашей команды, это электронщики. Дело в том, что, чтобы аппарат ходил под водой, ну, ему как бы нужны внутренние органы. Вот вся эта начинка, всей занимаются электронщики, которых у нас тоже ровно один. И он сейчас с нами, профессионал Кулик, он вам расскажет про то, что находится внутри аппарата. Всем привет, меня зовут Сергей Кулик. Собственно, я в нашей команде являюсь электронщиком. Я вам немножечко расскажу из-за конструктора по аппарату, из чего он состоит. И немножко по своей части, по электронщикам этого года. Это был этот чемпионат Азии. Ну, соответственно, в симбатуре проходил. Вот так он, собственно, выглядит. Раньше были другие версии аппарата. Вот 3D-модель, которую разрабатывал наш конструктор. Он делал чертежи, строил 3D-модель. Ну, вот так вот аппарат выглядит с разных боков. Ну, вот мы видим, из чего он состоит. Сейчас я поподробнее немножечко о больших частях расскажу. Ну, вот первая основная часть – это компас. Собственно, наш аппарат должен как-то ориентироваться под водой. Он должен знать свое положение. Поэтому, ну, там есть специальные части, которые за это отвечают. Дальше. У нас есть двигатели, которыми мы, собственно, управляем аппаратом. Их у нас ровно 5 штук. Два вертикальные двигателя, два горизонтальника и один боковой, чтобы лагомые могли ходить. Дальше. Вот с левого блока посмотрим на аппарат. Что у нас есть? У нас есть батарея, аппарат автономный. Поэтому к нему никаких проводов не идет. Он сам под водой двигается. Ему нужно какое-то питание. Вот. Дальше. У нас есть блок электроники. Этот большой тюгус там, на самом деле, вынимается. Это его корпус. Вот. Дальше у нас есть вот такая штучечка. Называется это агеркон – герметичный контакт. Он нужен нам для того, чтобы включать и выключать аппарат. Мы подносим магнитик. Контактик замыкается. Магнитик убираем. Контактик размыкается. Аппарат остается без питания. Выключается, соответственно. Вот. Дальше. Из каких основных частей рассмотрим. Снизу. У нас есть датчик давления. С помощью него мы ориентируемся, на какой глубине мы вообще находимся. Соответственно, чем больше глубина, тем давление больше. Ну и с датчика давления мы снимаем сигнал, который дальше идет на блок электроники. И понимаем, на какой глубине мы находимся. Погрешность очень большая. На самом деле это около 10 сантиметров. Но мы им пользуемся. Дальше у нас есть гидрофоны. Это, можно сказать, лучший аппарат нашего. Мы их слышим под водой. Есть некоторые задания, которые, согласно которым мы должны выйти к какому-то объекту по звуку. Там под водой пищат такие штучки. И мы должны слышать и направлять наш аппарат к ним. У нас есть глаза аппарата. Это наши камеры. Одна камера смотрит вниз, другая вперед. Изображение мы получаем спереди, снизу. И камерами мы можем распознавать изображение. Потом у нас есть вот такая штука. Она называется у нас бросалка. Тоже существует задание, в рамках которых необходимо сбросить шарик, вот конкретно теннисный в нашем случае, в корзинку. Дальше. Сейчас немножко про железо расскажу. Вот, собственно, наш аппарат в разборе. Много мудренности. Вот так вот он выглядит. Вот он. Блок электроники без корпуса. Это, конечно, наше сердце аппарата. Сейчас я о нем немножечко расскажу. В первую очередь, что у нас есть. У нас существуют различные датчики. Например, датчик давления, о котором я ранее рассказал. Есть у нас камеры. Вот конкретно их модели. Указаны две камеры. Мы их используем. Есть компас. Дальше есть внутренности, такие как плата супервизора, плата ключей. Это специальные электрические платы. Эти платы, кстати, разработаны нами. Мы их используем. Самостоятельно их изготовили. Плата супервизора, вот она, отвечает за, получается, согласование сердца, вернее мозга компьютера. Это бортовые компьютеры. У него есть два бортовых компьютера. И внешних устройств. Например, управление двигателями, снятие информации с датчиков. Различные датчики протечек у нас есть. У нас, допустим, в двигателях есть датчики протечек. Есть в крышках боковых датчики протечек. В самом, получается, блоке электроники. Ну, если что-то затечет, вдруг под водой пузырьки пойдут, может, не увидим, но зато нам аппарат просигнализирует, что вот, что-то не ламит. Вот. Плата ключей есть. Ну, это, собственно, для согласнования уровней напряжения. У нас разные уровни напряжения требуется подавать. Ну, вот платы, которые мы самостоятельно изготовили. Плата для наших гидрофонов, для ушей. Плата усиления и фильтров. Ну, вот такие промышленные компьютеры мы, собственно, используем. Их нельзя купить в каком-то компьютерном магазине, специализированном у нас в городе, поэтому обычно мы их заказываем. Они рассчитаны на такой промышленный стандарт, на другой диапазон температур, например. Специальный форм-фактор у них. Здесь на борту, собственно, есть всё. И оперативная память, и процессор, и различная периферия. Ну, вот. Здесь вот параметры указаны, что за компьютер. Каким образом вообще происходит тестирование электроники у нас? Оно происходит у нас в два этапа. После того, как мы собрали аппарат, вот так вот монтаж совершили, дальше мы его тестируем, соответственно. Сначала проходит тестирование на суше. В аппаратуре у нас собирается вот это всё. Проверяется работа двигателей, проверяется работа датчиков, батареи, питания. Всё это замеряется. Видим, что работает что-то неправильно, и что-то дорабатываем, что-то, может, модернизируем. После того, как мы проверили работоспособность, увидели, что да, всё хорошо, всё замечательно. Мы собираем аппарат, и следующий этап – это вот тестирование водея. У нас куча наших программистов сидит, все смотрят, что же там идёт с аппаратом, что не так, что так, как он себя ведёт, происходит там калибровка различных частей и так далее. Вот, собственно. Ну, собственно, когда в воде мы потестировались, мы уже едем на соревнованиях. Ну, на самом деле, когда мы разрабатываем, выглядит это всё вот примерно так. Вот такая вот, да, схема, вот так с ней мы работаем. Ну, сейчас немножечко о программистской части. В отличие от электронщиков, программистов у нас довольно-таки много, как вы видите. Вот, и сейчас нам расскажут о системе управления, наши программисты набирают. Всем привет. Всем привет. Первое. Программист, он должен написать, как бы, так сказать, сознание аппарата. Первое, что ему, естественно, нужно – это компьютер. Второе – это на этом компьютере должна быть операционная система. Вот, в нашем случае, Inus Torvalds, создатель операционной системы Inus, он доволен, потому что мы используем именно его операционную систему. И дальше нужно уже прикладное программное обеспечение, которое разрабатываем уже мы сами. Структура примерно такая, то есть система управления у нас разделена на несколько компонент, которые друг с другом постоянно обмениваются сообщениями. И вот на вершине этого находится модуль миссии, который отвечает за логику выполнения всех заданий. Кроме этого, есть модуль управления именно движением Motion. Он отвечает за… ну вот, он принимает команду от миссии по поводу того, что куда-то нужно перевеститься, где-то нужно остановиться на какой-то глумине и так далее. Есть модуль, который отвечает за слух, есть модуль, который отвечает за зрение, в котором нужно различать различные… видеть различные объекты. И модуль навигации, который отвечает за ориентирование пространства аппарата. Вот, а навигация я хочу сказать в следующем. На самом деле, вот эта схема, она описывает в какой-то степени каждый из модулей, процесс работы этого модуля. Дело в том, что все они работают в цикле непрерывно. То есть, вот, например, навигация. Она получает информацию с датчиков. Девилл – это допилерский лаг, который скоростью аппарата имеет. Аймью – это то, что компасом было названо. На самом деле, чуть сложнее, чем компасом. И датчик глубины. Вот все эти данные собираются навигационной системой. Дальше они формируются в общий пакет навигационный. Считаются там еще какие-то увеличения. Если это требуется, отправляется все это в модули управления. И затем модули управления, они что-то еще там как-то на аппарат влияют по-своему. Каждый отвечает за свое. И в итоге аппарат как-то перемещается, что-то с ним происходит. Поэтому, вот, я тут загрузил влияние на среду. И затем снова в цикле принимаются данные новых датчиков и так далее. Вот, для управления движением у нас есть новые регуляторы. Тут, чтобы описать, что делает этот модуль, можно задать такой вопрос. Как затормозить в воде? Окажется, что логичным было бы, например, остановить двигатель. Но это на самом деле не приведет к остановке. Может быть, стоит подать упор назад. Но тут тоже проблема в том, что если мы подадим упор назад, в конечном счете мы все равно, может быть, пойдем назад, например. Поэтому проблема в воде в том, что движение там будет происходить постоянно. Там невозможно полностью остановиться. И для того, чтобы аппарат в каком-то положении удерживать, существуют различные алгоритмы. Ну, понятно, что можно двигаться вперед-назад, боком влево-вправо по глубине. Кроме этого, есть еще три оси управления. Можно управлять аппаратом по крену. То есть, если аппарат, то относительно продольного оси. По дифференту – это относительно поперечной оси. И по курсу. Ну, и будет довольно понятно. Вот. Для того, чтобы человеку как-то в реальном времени можно было отслеживать, что с аппаратом происходит, какие-то, может быть, как раз оттестировать алгоритмы управления, оттестировать, как работают навигационные системы. Существует пульт оператора. Вот. То, что вы видите, является примером инженерного дизайна. Справа тут различная как раз вот такая информация. Она по этим крупным шрифтом изображена. Изображена информация по поводу безопасности происходящей. Например, находится аппарат в воде или на суше. Датчик есть. Вольтаж батареи. Если он слишком низкий, то это означает, что батарея себе температура. И так далее. Вот. Но аппарат автономный, он должен все эти задания, которые ему дают, выполнять сам. Поэтому очень важным является компонент миссии. Вот пример задания на сингапульских соревнованиях. Здесь нужно от стартовой точки пройти, когда мы нашли. Стрейнер нам нужно два раза. Поэтому после стрельбы мы еще возвращаемся назад на стабилизацию мишени. И после того, как стрейнер мы два раза, мы выходим. Еще очень важным моментом здесь является то, что на самом деле что-то может пойти не так. Аппарат может в какой-то ситуации, ну, например, он может не найти мишени. Или он может не суметь ее стабилизировать за какое-то время. На всех этих соревнованиях для запуска даны временные ограничения. Поэтому еще такой мерой предосторожности является возможность выхода из каждого состояния. На самом деле, то состояние выход, то есть до перехода на следующее задание. Потому что, ну, уж лучше не выполнить одно задание, чем все миши. Ну и на самом деле после написания кода происходит такой очень важный и даже более длительный процесс, который тесно сопряжен с дальнейшей разработкой и программного обеспечения, и электроники, и всего. Это два. И здесь, дело в том, что очень многие факторы, они меняются в зависимости от условий очень сильно. И вот, породил из этих факторов, я включу сейчас микрофон другому нашему перевористу, Максиму, снова. Он расскажет про компьютерное зрение. Так, это снова я. Компьютерное зрение, ну, или модуль видео в нашей системе управления. Но это, как бы, один из таких важнейших датчиков. Дело в том, что ему нужно не просто получить изображение окружающей среды. Ему нужно некоторым образом эти изображения обработать и найти на них нужные нам объекты. Вот поэтому задачей является получение изображений, нахождение, распознавание на них нужных нам объектов и передача всего этого в модуль миссии, чтобы аппарат принимал какие-то решения в зависимости от того, что он видит. Какие объекты нам, например, нужно на соревнованиях распознавать, бывает. Это разные виды дорожки, они могут быть разных цветов, не обязательно прямой формы, там, изогнутые бывают, все эти разные. Это мишени, в которые нужно стрелять. Тоже органяты в соревнованиях придумывают совершенно разные мишени, не дать на круглые, не дать такого цвета. Это корзины. Часто на дне бывает расположено несколько корзин, нужно выбрать нужную, и вот в нее только спросит груз, из-за этого получают такие очки. Это различного рода бури, они могут там светиться, могут просто быть покрашены на какой-то цвет, могут быть в виде ворот. На самом деле список гораздо более широкий, это вот такие примеры, которые нам нужно уметь распознавать. С чем сталкиваются, т.е. датчик, с какими проблемами при обработке этих изображений? Понятное дело, что, как разработчику, первая ваша проблема – это вообще придумать алгоритм, который на идеальной картинке будет все находить. Однако идеальных картинок не бывает, такие картинки бывают, собственно. Первая проблема – это освещение. Вот на этой картинке вообще сложно нагрузами найти, что там происходит, а аппарату не менее сложно это сделать. Необходимо адаптироваться к разным ощущениям прямо во время одного запуска. Бывает и светло, и темно из-за того, что вы там, если никак куда-то выбрались там. И нужно с этим бороться вот такими способами, чтобы картинка становилась пригодной для распознавания. Просто задирать яркость на каждой картинке у вас не получится, просто из-за того, что вы можете получать яркие картинки вместе с темными. И повышение яркости у вас не поможет. Какие еще бывают проблемы? В этой картинке была получена… Вообще-таки такие изображения получались у нас летом на соревнованиях РБСАП. Там соревнования проходятся на открытой воде, проводятся. И там погодные условия прям влияют на то, что вы видите. И вот, как вы думаете, какая погода нам больше подходит? Какая-нибудь поскорная и облачная, и солнечная и яркая? Вот, оказывается, что солнечная и яркая нам не подходит совсем, потому что дело в том, что на ярком солнце у нас же все равно и тени в бассейне возникают. И когда мы выходим из тенька на солнце, камера начинает вообще неадекватно реагировать, начинает перестраивать настройки. Вот наша камера просто начала синим цветом вот так вот зарисовывать и совершенно непонятно себя вести. А когда у нас программа пасмурная, лучи солнца рассеяны, и все становится хорошо видно без ярких отражений. И вот мы очень долго работаем над тем, чтобы хотя бы вот такое изображение получить вот из этого программными средствами, то есть с теми камерами, которые у нас были. еще одна проблема. Кто вот может найти на этой картинке зеленый цвет, желтый цвет и красный? Ну можно пробовать угадать, какой из них был цветов желтый для начала. А кто за правый? Что желтый, это правый. Так, а левый? Ну в принципе большинство выбрали. Да, действительно, это вот здесь желтый, там зеленый, но тем не менее они очень похожи и прям очень сильно похожи. А красный, как вы все поняли, это на самом деле черный. Это будет снято практически любой камерой, которую вы положите под воду. Красный цвет – это большая проблема под водой. Мы находимся всего в двух метрах от этого объекта. Это тоже мишень на компасе соревнований. И мы просто красный цвет не видим. И с нашими старыми камерами вообще ничего не могли с этим поделать. Просто приходилось учитывать, вообще забыть о реальных цветах. А для каждого объекта свои диапазоны на какими-то алгоритмами настраивать. Но у нас появились новые камеры, которые тоже вроде как выдают не красные изображения, а то, сколько прям ярко-красные, а там оранжевые, на самом деле. Но вот с нашими новыми камерами какая-то информация о красном свете все равно сохраняется, хоть и ее мало, но с ней уже можно работать и получать вот такие вот изображения прямо под водой в реал-тайме. Как выглядит типичный распознаватель? Мы получаем сырое изображение с камеры, на которой мы только пиксели видим. Я выполняю некоторую предобработку. Это может быть либо подстройка освещения, либо какая-то фильтрация, размазывание всяких шумов и маленьких деталей, которые нас вообще не интересуют. Дальше это пинализация. Она бывает разная. Мы можем просто по цвету выделить наш объект, можем выделить контуры наших объектов. В любом случае мы должны разделить пиксели на те, которые принадлежат нашему объекту, и те, которые не принадлежат. Это вот иногда не удается сделать. Главное, чтобы хотя бы вместе с остальными прочими пикселями здесь содержались пиксели нашего объекта. После этого мы запускаем поиск контуров на таком изображении. Находим кучу всякого безобразия. Однако у нас есть всегда знания о наших объектах. Например, мы знаем, что это четырехугольник, знаем, что его углы как-то больше похожи на прямые. Мы можем знать что угодно. Размеры, формы, много разных ограничений, по которым мы можем отфильтровать все, что нам нужно. Кроме того, например, если мы хотим получить окружность, например, какую-то мишень, видите, там просто куча точек, которые лежат на ее контуре. Это для миссии не очень хорошая информация. Ей нужен только центр окружности и радиус окружности. Это тоже нужно все вот это учитывать. И такой шаг распознавателя объединен от варенка. Фильтрация всех контуров и отправка внутрь миссии. То есть на финальном этапе мы получаем то, что нам нужно. И вот, собственно, распознаватели готовы. Миссия у нас была готова. Мы приезжаем сюда. Это Сан-Диего. Это самый большой бассейн, который я когда-либо видел. Он имеет метров 100 в диаметре и метров 10 в глубину. Конечно, вы подготовиться к такому бассейну ни за что не сможете в России. Не видел, тем более у нас там в ТВФУ. Мы тренировались плавательно. Соревнования RoboSAP – это то, что проходит летом для с одной недели примерно. И четыре дня перед соревнованиями даются командам на тестовые запуски. Прямо четыре дня можно отлаживать свой аппарат именно вот в этих условиях. И вы приезжаете с полностью рабочим аппаратом. И что может произойти, казалось бы? Произойти может, например, вот это. Это полностью характеризует то, что у вас произойдет. В первый же день вы поймете, что ваш аппарат не прошел ни одно задание в этом бассейне. И все эти четыре дня вы не сможете гулять по Сан-Диего, который очень красивый город. Это вас не интересует. Вас интересует сделать ваш аппарат работающим. Вам будет очень сильно хотеться спать. Потому что Сан-Диего – это был первый раз на моей памяти соревнований, когда мероприятия начинаются в 7 утра. Значит, вставать нужно на них в 6 утра. Ну, на самом деле, в полшестого. Ну, ложиться вы будете в лучшем случае в час-два ночи, потому что у вас ничего не работает. Но оно в конечном итоге будет оно стоить. Особенно, если вы добьетесь какого-то результата. Мы, в частности, заняли четвертое место из порядка 30 команд. Нам даже какие-то деньги заплатили за это. И у вас будет ровно один день, ровно сутки, чтобы пойти погулять туда, где вы хотите. Ну, в частности, место, где были мы. Ну, вот, собственно, на этом все. Смотрите, какой путь мы прошли. Всем спасибо. Ваши вопросы, друзья? А вот, пожалуйста. А ваша команда занимается только подводными роботами или... Только подводными роботами? Или какие-то еще есть проекты в плане тех же роботов, только, не знаю, может быть, с оборудовыми, может, отличиться? Ну, дело в том, что мы все сейчас... Ну, вся наша команда работает лабораториями на подводных аппаратах. И у нас есть другие проекты, связанные с роботами соревновательными. Но у нас у каждого, да, есть робот деятельности, связанные с исследованиями, работа с этими аппаратами, но с подводными. Вот, какими мы, да, не занимаемся. У меня немного, ну, два вопроса. Вода пресная обязательно должна быть? То есть, в самом деле, некого пресную носить, да? Ну, вообще, ключевой момент, что, да, вода пресная. Соленую воду наш аппарат лучше не опускать. В связи с тем, что, ну, материалы к этому будут, там, не готовы. И второй вопрос немного такой, ну, не связанный с техникой. Вы даете об этом имена какую-то, если у вас? Или только по номеру какая-то модель такая? Ну, вообще, у нас нет человек, который занимается тем, что дает имена нашим аппаратам. Ну, как бы, формально у нас сейчас аппарат называется Юниор. Но это название вообще исторически было дано всем вообще нашим аппаратам, которые у нас когда-либо участвовали в соревнованиях. И мы, там, несколько раз пытались придумать ему нормальное название. Нам ни одно из них не нравилось. Однажды на соревнованиях к нам подошли, начали подходить вообще и говорить, что наш аппарат похож на Железного Человека из комиксов. Вот у нас сейчас нет фотографии этого аппарата, но он действительно был с такими алюминиевыми золотого цвета корпусами и красного цвета плавучиями. Он был не похож на все стороны команды. У команды в основном такие пластиковые прозрачные были корпуса, а у нас алюминиевые, вот такой золото-красный цвет. И много кто говорил, мы даже думали так называть, но еще немного стесняемся, потому что, ну, в конце концов, уже существует такой персонаж. Неизвестно, что нам за такое сделают, но нам это название всячески навязывают на всех соревнованиях, на которых мы после этого появляемся. Как бы с эхолокацией как-то все это сращивается? Нет, вот, например, вот на соревнованиях летних у нас вообще стояли прямо вот камеры, которые видят даже хуже, как грубо говоря, чем человек. Некоторые мысли это вот только камеры, которыми охраняют на супермаркете, а не вот там, наблюдать за тем, чтобы никто ничто не сворвал. Ну, сейчас у нас уже профессиональные промышленные камеры дорогие очень, они там хорошо видят, но, то есть, в принципе, да, все эти камеры, возможно, видят хуже, чем человек, на самом деле, но только вот, да, это, видимо, часть спектра. Тем не менее, вот, качество камеры будет очень сильно еще, на самом деле, влиять, но только, наверное, датироваться вот к разным вот параметрам, освещениям. А можно вот еще связано с этим вопросом? То есть, если взять более дорогую камеру, которая будет работать в инфраструкторе, например, это как бы усложнит программный код, который должен быть написан и станет проблемой? Или это не будет проблемой по времени обработки, например? Ну, вообще, я подозряю, что, ну, то есть, вы говорите о камере, которая будет видеть, как бы, ну, более длинные и короткие волны, чем видит человек, да? Ну, такие камеры, скорее всего, будут, во-первых, ну, очень дорогими, вообще, ну, есть отдельные аппараты, которые по метрозвуку, там, или еще чему-то, могут, ну, как бы, определять, как бы, 3D, вот, картину того, что у них происходит. Такие приборы часто очень сильно шумят на маленькой глубине, и их тяжело использовать. Их используют в промышленных морских аппаратах, отчасти тоже из-за их стоимости, но не у нас. И, ну, конечно же, неизвестно, что бы вообще мы видели, ну, используя такие камеры, этим нужно было бы заниматься некоторое время. Ну, такой идеи, вообще говоря, ну, не появлялась. Дело в том, что тут еще и объекты такие довольно, как бы, простые. Они часто выделяются там по цвету, по еще чему-то. То есть, в принципе, если человек может на картинке найти этот объект, ну, то, значит, нам достаточно видеть хотя бы так живо, ну, как человек, чтобы что-то на нем найти. Немножко, да, добавлю, с точки зрения электроники, как бы, и скорость вообще. Ну, вот, камера у нас, как, основные параметры, это разрешающая способность, правильно, и цветопередача. Вот, как бы вы затронули эту цветопередачу, если мы будем увеличивать, да, например, эту цветопередачу, у нас сейчас используется для, получается, передачи этого изображения на компьютер, который обрабатывает потом уже его, Ethernet, получается, ну, вот Ethernet провод, грубо говоря, да, протокол вот этот интерфейс, Gigabit. Вот нам его, мягко говоря, сейчас уже, ну, не хватает. А если мы еще будем увеличивать цветопередачу, естественно, пропускная способность должна быть выше, и, как бы, немножко другие интерфейсы должны использоваться, там, вся экспресс какой-нибудь или еще что-нибудь. Будет исключительно. Поэтому, вот, такая проблема тоже у нас стоит. Здравствуйте. Я хотела бы спросить насчет форм-фактора аппарата вашего, потому что интересно узнать, наверное, на сравнении были какие-то аппараты другой формы. И вот, чем было бы, словно, ваш выбор, и второй вопрос связанно-посвязанно. Были ли на сравнении какие-то ограничения по весу аппарата и по размеру? Так, ну, вообще, да, были такие ограничения по весу и по размеру, давались дополнительные баллы, получается, если аппарат, ну, по каким-то параметрам был лучше, чем, ну, ограничения. Давались и дополнительные баллы, и штрафные баллы давались, вот, и были какие-то границы, если их превысишь, соответственно, аппарат не имеет права участвовать в этих соревнованиях. Это касается и веса, и, собственно, размера. А первая часть вопроса про форм-фактор, ну, на самом деле, ну, это конструктором, наверное, нашего надо спросить, он этим все завидует, но вот он решил, вот так пусть будет. А вообще, на самом деле, очень большую роль в этом повлияло количество вот этой аппаратуры дополнительной, которую нужно навешивать на аппарат. Наш конструктор старался сделать это все как можно более компактно, потому что иначе мы, опять же, в границе упремся. Поэтому вот такой форм-фактор. Ну, вот еще стоит заметить, что вот не у всех команд на соревнованиях, например, есть опытные наставники, которые умеют строить аппараты и научить этому студентов. И очень интересно наблюдать вообще за подходом других студентов к этим аппаратам. Там, к сожалению, нет картинок, мы не были готовы к такому вопросу. Но студенты создают совершенно разные там аппараты. Иногда их делают просто из коробок для завтра, которые там залеплены герметиком и еще чем-нибудь с приклеенными вот этими движками. Вот. Иногда эти аппараты там похожи на рыб. И редко, на самом деле, вот такие экзотические идеи приводят к успеху. То есть, как правило, вот аппараты выглядят, вот, похожим образом, там, посередине корпуса, там, движки расположены во всех нужных местах. Но вот одна из таких тенденций, вот, в основном, у команд, например, ну, пластиковые коробки, разве что вот вместо не таких, как у нас, алюминиевые. Ну, это у нас было связано, скорее всего, вот с опытом наших наставников, как они строили аппараты и как рассказывали об этом наших конструкторов. Можно еще вопрос? По сложности самих заданий, из года в год, я так понимаю, происходит какая-то эволюция, то есть задания становятся все сложнее, правильно? Ну, да, действительно, вот, ну, есть два соревнования, в которых мы участвуем, одно из них, то, что Сингапур проводят только среди азиатских команд, ну, приглашают вообще-то всех, но прилетают только азиатские. Ну, может только азиатских приглашают, да. Так вот, первый раз мы выступили там два года назад, это были первые тогда соревнования в Сингапуре, и на них было единственное задание, пройти по черной полосе, просто вот, просто пройти до черной полосы ворота, и вот дойти до конца, на конце черной полосы находилась просто у зоны всплытия. Это вот все, что нужно было сделать. И с этим заданием справились только две команды на этих соревнованиях, это наша команда и команда Сингапура, мы тогда победили. А, ну, может, у команды Сингапура даже проблемы были, я тогда не поехал в Сингапур, но участвовал в разработке. И вот, со временем, вот, количество заданий, вот, его резюнировало, сейчас Марк показывал, там четыре задания уже есть, в том числе и акустические. А соревнования Робослав, которые в Сан-Диего, ну, там гораздо больше заданий, и там часто они обладают какой-то тематикой, там, например, когда-то, там, пару лет назад все, там, задания были как-то связаны, там, с вождением, там, и нужно было, всем заданиям давались, там, названия типа светофор, там, параллельная парковка, что-то в таком духе, нужно было, например, там, аппарат как развернулся, так параллельно куда-то там встать, еще что-то сделать, и, да, каждый год придумывать что-то новое, там, что-то новое подбирать со дна, как-то по-другому двигать, там, объекты, предметы появляются совершенно другой формы, каждый раз над мишенями, например. Нужно было больше очков получить за какую-то правильную мишень, либо она была меньше, либо нужного цвета вокруг нее хватало, а сейчас мишени, например, в этом году будут просто загорожены такими перегородками, которые робот должен сам отодвинуть, а только потом стремит к мишени. То есть задания усложняются, да, с каждым годом. Спасибо. Можно еще одну вопрос? Так. Ну, а, собственно, использовать 3D-печать при создании корпуса, ну, или, да, в каких-то конструкционных элементах. Потому что, ну, 3D-печать сейчас достаточно модная такая штука, ну, как бы у вас не было. Да, у нас есть 3D-принтер. Это, вообще, вопрос тоже к нашему конструктору, я не знаю, если Серега может знать, что конкретно он печатает, да? Ну, собственно, в этом году, да, мы опробовали 3D-принтер, были напечатаны у нас обтекательные наглядели, потому что, видите, такие колпачки сверху, наглядели черного цвета, вот, они были у нас на 3D-принтерные печатки, да. Ну, сейчас конструктор там балует, ну, сам, можешь еще печатать, да, создать. И делать печатку. Да, печатку тоже у нас тут. Печатан 3D-принтер, разработал и отпечатал. И второй вопрос, собственно. А есть ли какие-то ограничения по функциональным элементам? То есть, допустим, если вам нужно на камеру подсветить фонарик на дно, вот, можете ли вы использовать там фонарик, если он вам нужен? Или есть прям простые ограничения по функциональным вещам? Ну, когда вы летите, у вас там будет заявка, как это, наверное, есть? Ну, на самом деле, таких ограничений нет особенных. Там есть единственное ограничение по стоимости. Аппарат должен, ну, не должен превышать определенные суммы. Но, опять же, это на сингапурских соревнованиях есть такая вещь. А, допустим, на Ромасаби там неважно. На самом деле, на сингапурских соревнованиях еще было ограничения, нельзя было использовать, вот я там говорил, DEL, допустим, который скоростью меряет аппарат. Его нельзя было использовать. И поэтому, ну, как бы, из-за этого следовало то, что пройти по черной полосе нельзя было исходя из именно датчиков скорости. То есть, нужно было именно ориентироваться по лидерам. Ну, в Ромасаби, да, таких ограничений вообще не было. Единственное, фонарик должен быть очень мощным, на самом деле, чтобы качественно следить под водой. И мощный фонарик будет много этой энергии требовать. У нас батарея, как бы, еще есть, которая тоже будет заниматься. Вот. Спасибо. У меня есть еще вопрос. У меня был вопрос. Какое разрешение вы используете с камерой? Какое разрешение картины, да? Да. Ну, вообще камера там Full HD может выдавать, но мы используем 400 на 300 картинки. И какой частоты кадров вам удалось добиться? Ну, чтобы все на самом деле понимают, что сейчас происходит, да? Этот человек был у нас в команде несколько лет назад. Вот. Но не программистом. Хэм, сейчас 100 кадров-то... На самом деле, конечно, все зависит от того, сколько мы сейчас распознавателей на каждый кадр будем навешивать. И, ну, не знаю, если без распознавателей, ну, то 15-20 FPS мы, там, даже 20, можем держать такими картинками. А, ну, кстати, даже, скорее всего, больше я забыл. Но с распознавателем, ну, там, FPS 6. Понятно. То есть вы уперлись все-таки произне, как у меня, с компьютера, да? Ну, то, чтобы уперлись, ну, как бы, да, нам сейчас это не мешает. Так, понятно. Еще вопрос. На одной спортивной интернете я видел у вас две камеры в режиме стереозрения. Как ваши эксперименты стереозрения? Что показать? У нас сейчас капитан команды находится на конференции. Да, вот сейчас два человека помогали нашему капитану, собственно, заниматься экспериментами со стереозрением. И вот сейчас капитан команды выступает на конференции по докладу о том, как использовать стереозрение в стабилизации движения аппарата. Ну, знаете, если хочешь указать вот кустой, куда-то, как у нас там. Ну, давайте скажем. Ну, если вкратце, то я тоже участвовал в этих экспериментах. Там у нас, вот, один из экспериментов был, это стабилизация глубины по зрению, собственно. Вот. И, ну, нам удавалось, ну, тут еще нужно понимать, что одна из проблем, помимо того, что нужно оценивать расстояние до дна с помощью камеры, а еще можно добиться оптимального управления для того, чтобы какую-то ошибку получать заданную. И вот нам удавалось на этих экспериментах меньше… сейчас скажу, меньше… сейчас скажу… меньше… сантиметра… 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 да, где-то около двух сантиметров у нас аппарат гулял. То есть, ну, мы считаем, это приемлемо для этих экспериментов. Хорошо. И последний вопрос. Как у вас работал алгоритм выхода на пингер синглопольских соревнований? Как у нас работа что? Алгоритм выхода на гидроакустические маяки синглопольских соревнований. Ну, тут я не смогу ответить, Макс. А человек, которого разрабатывал, вот чуть впереди тебя находится, на самом деле. вот что у него спросить. Я могу дать микрофон. Кто разрабатывал? Там уже раз, но сейчас… Все было очень плохо. Ну, коммать. Есть еще запросы… Ой, сейчас… Я хотел задать мой вопрос. А какие материалы использовались при создании вот этого робота? Имеется в виду корпус, то есть это пластик, алюминий, а еще, может, какие-то материалы? Ну, честно говоря, вот, получается, металлические части, да, мы вы видели, они алюминиевые все. Ну, использовалась, получается, оксидировка для того, чтобы защитить, получается, мышал. Да, собственно, на заводе ее делали. Получасти… Ну, вот, на самом деле, как конструктор, я не особо разбираю… Ну, да, вот. У меня на соревнованиях проголосал был вопрос. Ну, в общем, как Сергей уже сказал, корпуса металлические, они алюминиевые, с оксидировкой. Кроме того, плавучести, они сделаны из, ну, так сказать, прессованной пены. И покрыто это все из-за ткани для защиты. И там еще есть боковые панели, на которые, так сказать, все нанизывается. Вот они и полипограммированы. А вот еще вопрос такой. Вы показывали 3D-модель вот этого робота, да? А сами детали, ну, и самого модели, она в какой программе это оборудовалась? Это в ТАХА, Солидбексе или что-то вроде? Солидбексе. Солидбексе, да? А вот вы не задавали, допустим, обтекание водой вот этого аппарата? То есть, как там, завихрение и так далее, чтобы с формой лучше разобраться? Ну, этого я не знаю. Знаешь что? Возможно. Скорее всего, задавали. Я не компетентенен, но наш конструктор, да. И еще про изготовление тоже вопрос. То есть, в основном детали у вас сделали сручную, я так понял. Это для принтера или все-таки для фрезеровки использовались и так далее? Такая одна работа? Ну, различные станки, да, используются. У нас фрезерный станок есть, это принтер, да, соответственно. Но вот наш конструктор это все, да, делает. Ну, на станках, естественно, что-то, да, вручное, что-то засверливается, там, что-то на станке засверливается, что-то руками, да, делается, дорабатывается, шлифовка тоже та же, там, на станках. Это все на базе ДВФУ. Да, это все на базе ДВФУ. Все, спасибо. Еще такой вопрос, вот, опять же, по ориентировке роботов. Можно же использовать, например, эколокацию для определения расстояния до дна, там, определения формы объекта. Это не будет быстрее и проще, то есть комбинированная технология, камера, допустим, регистрирует только цвет, ну, с картинки с камеры нужно снять только цвет, а формы снимаются с инфраструкционной картинки. Нет таких людей? Мы это используем, у нас есть гидролокатор бокового обзора, на самом деле, доплеровский лак, ну, так же мы, ну, собственно, есть, это все у нас есть. Просто на других аппаратах, ну, на других модификациях, раньше это тоже, на робосабе это используется. Не для определения формы объекта, но для определения расстояния. Ну, да, для определения расстояния. Есть еще вопросы? Я думаю, все. Большое спасибо. Друзья, мы завершили наш вечер такой потрясающей лекцией. Большое спасибо вам всем, что пришли. Надеемся, что вы обогатились новыми знаниями. Возможно, открыты для себя новые интересы и, конечно же, почерпнули для себя массу нового и замечательно интересного. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.